18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Чистые, обустроенные пляжи должны стать нашим достоянием, лицом нашего урока. Рост экономических показателей и скачок в развитии сельского хозяйства. Каким был этот год для «Анапы» и на чем предстоит особенно потрудиться в следующем. Мы ходим каждый месяц два раза в месяц пожилым людям, дарим им подарки, каждый раз приносим продукты. Ярмарка добрых дел. Как новогодние поделки студентов превращаются в адресную помощь для тех, кто в этом особенно нуждается. Мы имеем доказательные материалы о важности рода Пеленко. Духовное имя Кубани. Сегодня в «Анапе» вспоминали землячку, знаменитую подвижницу «Мать Мария». Сельское хозяйство в «Анапе» совершило значительный рывок, а у курортной отрасли есть потенциал для развития, который необходимо реализовать. И такая работа уже ведется. Об этом заявил глава гордокурорта Юрий Поляков на торжественном итоговом мероприятии. Блюз как своеобразный символ легкой ностальгии по уходящему году. Если суммировать, то он был не простым, но интересным. Нам удалось в это сложное время сохранить достигнутых позиций. У нас сохраняется высокая рождаемость в «Анапе». У нас низкий уровень смертности в сравнении с краем и с Россией. У нас в целом достаточно хорошее оказание медицинской помощи. Главный итог года – это стабильность в городе, наведение порядка, чистоты и стремление главы города привести город к главному празднику Новому году. Поэтому ему хочется и его команде пожелать успехов, удачи и чтобы город просветал. По итогам 10 месяцев к аналогичному периоду прошлого года рост экономики составил 2,1%. Самый высокий показатель в сельском хозяйстве. Более того, объем инвестиций в отрасль в 4,5 раза выше, чем в прошлом году. Одно лишь хозяйство «Анапа» вложило в производство порядка 800 миллионов рублей. На днях завершается закладка 100 гектаров яблоневого сада повышенной урожайности. Это к уже имеющимся 100 гектарам. Идет строительство хранилища. Потенциал бесспорно есть. Все международные эксперты, международные аналитики, которые приезжают, они в любом случае оценивают «Анапу» как перспективную, именно с точки зрения даже не виноградарства, как региона, а именно земли оценивают как для черешни, груши, сливы, персика. Глава муниципалитета Юрий Поляков поблагодарил всех, кто находится в зале, за их вклад в развитие города. Грамоты и благодарственные письма вручили представителям всех отраслей, включая городообразующую, санаторно-курортную. За 11 месяцев муниципалитет принял 3 миллиона 780 тысяч отдыхающих, а также около 900 тысяч тех, кто приехал на один день. Объем услуг, отказанных предприятий санаторно-курортного комплекса, состоял 108,2% к уровню прошлого года. Я считаю, что это далеко не пределы возможностей нашей городообразующей отрасли. Нас ждет очень ответственный курортный сезон, который нужно провести на новом уровне. Мы освободили песчаные пляжи от незаконных торговых конструкций. Чистые обустроенные пляжи должны стать нашим достоянием, лицом нашего курорта. Вместе с тем уже сегодня совместно с налоговой инспекцией идет работа над повышением собираемости налогов, борьбой с зарплатами в конвертах. Бюджет необходимо наполнять, чтобы решать накопившиеся проблемы. Пожалуй, основная из них – нехватка школ, детсадов, другой социальной инфраструктуры. Эту ситуацию необходимо переломить. И первые шаги нами уже сделаны. Мы ведем переговоры со стройщиками и четко ставим вопрос. Муниципалитету нужны помещения для почтовых отделений, кабинетов врачей, общей практики опорных, плутов, полиции и так далее. Некоторые строительные компании уже выразили готовность развивать свой бизнес в рамках социальной ответственности и работать в интересах города и его жителей. Год прошел под знаком 80-летия со дня образования Краснодарского края. По словам Юрия Полякова, анапчане встретили его вместе со всеми жителями региона, как одна большая семья. Среди важнейших событий предстоящего года – выборы президента страны, а также празднование 75-летия со дня освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Пока же начался отсчет дней до празднования Нового года. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа, регион. Итоги года подводят и коммунальщики. Специальная комиссия принимает ремонт кровли многоквартирных домов. В этом году в программу капитального ремонта вошли 19 многоэтажек, на которых полностью меняют кровлю. Вместе с комиссией результат работы осмотрели и наши корреспонденты. На крыше дома по адресу Ленина 163 рабочие наносят последние штрихи, укрепляют дождевые отливы и проводят косметические работы. Специальная комиссия, в состав которой входят специалисты администрации, управляющие компанией, представители фонда капитального ремонта, собственники жилья и сотрудники технодзора проверяют результат большой работы. Сегодня будем еще принимать 5 кровель. Это Терская 190, Лермонтово 82, Новороссийская 237, Шевченко 251. Вот на данных кровлях также мы будем обследовать все. Претензии, которые у нас возникают, предъявлять подрядчику, если такие имеются. А вот крыша дома на Ленина 141 уже полностью готова. Контрольный осмотр объекта это подтверждает. Но надолго ли хватит капитального ремонта, если на кровле уже есть повреждения, причем сделанные самими жильцами? Проблема была протечки кровли из-за того, что жильцы самостоятельно устанавливали антенны в любом месте, где каждому захотелось бы. Но сегодня хотелось бы сказать, чтобы жильцы, посмотрев на ту работу, которая сегодня выполнена, оплатив свои же деньги, просто эту крышу опять не довели до такого состояния, что она опять текла. Предложение одно. Надо ставить коллективную антенну, которая с разводящими сетями была разведена в каждый подъезд и в квартиру. Стала просто одна антенна с программами, которые удовлетворяли каждого жителя и смотрели. И крыша ни у кого бы не текла, и никаких проблем после этого не было. На 2017 год было заключено 19 контрактов по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов. 11 объектов уже сданы в эксплуатацию, 4 объекта на завершающей стадии. Еще 4 крыши восстановят весной, так как зимой кровельные работы проводить нельзя. Уже намечен план работ на будущий год. У нас уже сформирован предварительный список многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту. Это у нас порядка 23 МКД. Там вид работ будет у нас из ремонта кровли, ремонта лифта, капитальный ремонт фасада и инженерные системы. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Шесть подлинных документов из архива родственников матери Марии, урожденной Елизаветы Юрьевны Пеленко, представили сегодня на семинаре, посвященном 126-й годовщине со дня ее рождения. Кроме того, волонтеры обнаружили в крымских архивах папку с документами, которые касаются возведения деда, царского генерала, воевавшего на Кавказе в дворянское достоинство. Документы прислали из Франции совсем недавно. В центре свидетельство о рождении отца Елизаветы Пеленко в монашестве матери Марии. Рядом метрическая выписка из анапского храма святого Ануфрия о его смерти в 1906 году. Юрий Пеленко скоропостижно скончался в возрасте 49 лет. Слева нотариальный акт на операции с 2,5 тысячами десятин, это более 2,5 тысяч гектаров земли на имя генерала Пеленко, деда матери Марии. Документ датирован 1883 годом. Мы имеем доказательные материалы о важности рода Пеленко на этой земле, потому что земли принадлежали когда-то как дар. За службу генерала он получил 2 тысячи пятьсот десятин земли. Это аттестат брата героини, полученный незадолго до начала Первой мировой войны. Он погибнет в Крыму уже во время гражданской. После отъезда семьи из России документы хранились в домашнем архиве. После принятия Елизаветы монашеского обета они оказались у крестника бывшего мужа во Франции. Затем перешли в архив к биографу Ксении Кривошейной. После написания большой книги она согласилась передать их Анавскому археологическому музею. Мать Мария, поэтесса, философ во время Второй мировой войны участвовала во французском сопротивлении. Умерла в концлагере Равенсбрюк. В рамках поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» волонтеры провели собственные исследования. Ученые подсказали, что стоит поработать в архивах Крыма. Через семь месяцев нашлись документы о возведении деда Елизаветы, генерала, в дворянство с перечислением всех заслуг, а также ее собственный аттестат из Ялтинской гимназии. Пока в распоряжении анапчан простые копии. Уговаривали. Надеемся, что уговорили, потому что у нас замечательный мемориальный музей. Они скоро приедут, сами увидят. Для того, чтобы получить оригинальные документы, необходимо согласование на уровне Министерства культуры. Теперь одна из ключевых загадок, где находится могила отца Матери Марии, пока она считается утерянной. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Добрые дела своими руками. Студенты анапского филиала Московского педагогического государственного университета устроили благотворительную выставку-ярмарку изделий ручной работы. Мероприятие уже стало традиционным, проводится третий год подряд. На какие добрые дела направят собранные средства в этом году, узнали наши корреспонденты. Праздник в каждый дом. Так называется благотворительная ярмарка в этом году. Все изделия изготовлены руками студентов. Новогодние открытки, сувениры из бисера и природных материалов, броши, браслеты, магниты, интерьерные куклы и даже выпечка. На вырученные деньги студенты окажут адресную помощь тем, кто особенно в этом нуждается. В рамках этого проекта мы навещаем ветеранов, пожилых людей, детей, тружеников тыла войны. Мы ходим каждый месяц, два раза в месяц пожилым людям, дарим им подарки, каждый раз приносим продукты. Всего в проекте принимают участие 18 волонтеров. Анна Хлебова – одна из них. Ее хобби – изготовление текстильных игрушек. Сейчас это новогодняя тематика. Свои работы на ярмарке выставляют уже второй год. Меня привлекло в проекте тоже помощь людям. Я всегда хотела заниматься социальной работой. У меня сейчас два ветерана на попечине, я их навещаю. Для таких людей самое важное – обнимание. Студенты планируют реализовать не все работы. Часть изделий они также подарят ветеранам. Ведь подарок, сделанный своими руками, по-особому греет душу. А главная цель акции – поделиться частичкой своего тепла с ближним. Организаторы отмечают, с каждым годом желающих принять участие в проекте становится больше. Все больше есть желающих, которые готовы оказывать адресную помощь ветеранам, которые готовы работать на мастер-классах, которые готовы организовать мероприятия для ветеранов, которые с инициативой идут к нам не просто поучаствовать, а именно с инициативой, с предложениями по разработке различных мероприятий и так далее. С увеличением числа участников акции растет и территория волонтерской деятельности. В будущем студенты намерены оказывать адресную помощь не только жителям города, но и сельских округов. Руслан Душевский, Анапа, регион. Лучший летний проект России и открытие года. Бора-бора Бич-клаб Анапа стал победителем сразу в двух номинациях самой популярной премии в сфере ресторанной и клубной индустрии «Виклаб ТВ Эвердс». О секретах успеха в эксклюзивном интервью с арт-директором клуба Сергеем Говоронским буквально через несколько секунд, сразу после информации о наших деловых партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Они громко заявили о себе, сделав настоящее шоу из открытия в прошлом году. И практически сразу стали действительно центром поддержания и не только Анапы. И вот награда нашла героя. Лучший летний проект России. Открытие года. Сразу две победы по итогам самой популярной премии в сфере ресторанной и клубной индустрии в клубе TV Awards. И сегодня в нашей студии арт-директор Бора-Бора, бич-клаб Анапа Сергей Говоронский. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Кто вам попытался составить конкуренцию во время вручения этой награды? И что, собственно говоря, дает эта награда? Вы знаете, эта награда, наверное, не только наша награда, но и награда всей Анапы. Это, прежде всего, признание города как курорта для всех возрастов, не только детского. И нам приятно осознавать, что мы дали новый толчок восприятий и в развитии Анапы как общероссийского курорта. Мы не конкурируем с другими проектами, потому что у нас проект уникальный. И мы боремся за туристов, чтобы они выбирали Анапу, а не Сочи, Ялту или Геленджик. Сережа, вот давно хотел спросить вас, еще год назад, как появилась идея создания Бора-Бора? Что это? Уже какой-то отработанный где-то формат? Или только вот от А до Я чисто ваша идея? Вы знаете, Бора-Бора – это уникальный проект, собранный по крупицам из лучших идей в этой сфере. Из лучших идей по всему миру. Поэтому главной целью было создать проект, уникальный прежде всего для России, ну и возможно даже для Европы. А в чем секрет успеха? Вот компиляция, понятно, она была успешной, но этого же мало. Вы знаете, скорее всего в том, что мы туда вложили душу и сердце, в том, что мы патриоты Анапы, патриоты своей страны. И мы хотим, чтобы наши туристы отдыхали в нашей стране, в России. И поэтому мы стараемся сделать пребывание у нас максимально качественным и комфортным для всех гостей. То, что это успешный бизнес-проект, никто не спорит. Хотелось бы спросить о другом. Как Бора-Бора планирует участвовать в развитии территории? Что полезного, как собирается помогать анапчанам? Ну, прежде всего, это создание большого числа рабочих мест, да, это налоговое отчисление в бюджет города. Которое, опять же, пойдет на богоустройство. Конечно. Это привлечение большого туристического потока со всех регионов страны, может быть даже Европы. В новом сезоне мы хотим замахнуться даже на Казахстан. Что дальше? Вы поделитесь, пожалуйста, планами на будущее. Ну, нами начато строительство нового пятизвездочного отеля. Поскольку уровень отдыхающих в Анапе растет, хочется соответствовать их запросам, чтобы они выбирали Анапу. И я думаю, что новый отель даст возможность вывести город на еще более высокий уровень сервиса и отдыха. Спасибо за этот разговор. Удачи вам. Пожалуйста, всего доброго. Ждем в гости.